Можете задать. Что вы делаете в чат-рулетке, пожалуйста? Можете ответить на этот вопрос? О Боге, о вечности, о жизни во Христе. А с людьми так не общаются вживую? Только чтобы не ругались, ни одного плохого слова не слышно было. Хорошо. Ну давайте, что вам непонятно. Попытайтесь задать, я попытаюсь ответить. У меня нет вопросов. Вы сами-то появитесь на экране, то, чтобы вас видно было. Вот так. Говорите. Я вам постараюсь ответить. Пожалуйста. Почему я такая толстая? Чего? Почему я такая толстая? Что-то мне все непонятно почему-то. Ну как вы пропагандируете, сидите, не знаете. Я не знаю, потому что я не пойму. Я плохо слышащий, слова не разоберусь. Так раздельно скажите по словам. Почему я такая толстая? Толстая почему? Много ешь, любишь долго спать. Это вторая причина. Третья. Не сильно на работу разбежишься. И четвертая причина. Беспечная. Где бы еще ни случилось, а моя хата с краю. Вот первое. Это натуральное обжорство. Второе. Лень матушка. Третье. Много спанье. Днем ложатся спать. Я специально этим занимался. Так что причины другой нету. Простите, батюшка. Но это все не про меня. Ну, может быть, может быть. Спать я не сплю. Сплю только по ночам и встаю рано очень утром. А вас сколько встаете? В шесть. А мы в четыре сорок. Ну, вы в четыре сорок, а мы в шесть. Вот видите. Ну, а что вы? Я не вижу, что у вас щеки неоплывшие. А почему вы толстая-то? По-моему, вы нормальная совершенно девушка. А почему у меня тогда аллергия какая-то на лице высыпала? От чего? Не знаю. Я говорю о том, что все это земное, это все временное, кончается. И какой бы человек ни был, это корм червям только пойдет могильным. А для чего мы живем? Почему живем? Для чего? Для чего живем, чтобы Бога найти. Познать его волю святую. А эта воля его святая вот здесь описана. Нет. Мы живем для того, чтобы умереть. Для того, чтобы жить. А смерть это только переход. Для того, чтобы умереть. На земле, правильно, на земле. А дальше будет общий суд. Люди все воскреснут. И тогда Бог разделит налево-направо. И которые налево пойдут в ад. Как они хотят в рай? Рай это направо. Которые помогали ближним, заботились, поверили, что Христос умер за них. И они налево. Приняли жертву. Так, повторите. Она говорит, ей налево. Ну, зачем себя обрекать на это? Мы этого не знаем. Но Господь говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Я успокою вас. А вы когда не видели Бога? Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. Иго моё благо и бремя моё лёгко. Вот как. Надо покаяться. Вы когда не видели Бога? Бога никто никогда не видел. Он дух. Он всюду всё наполняет собою. А как вы думаете, куда вы пойдёте, направо или налево? А Господь определит. Раньше времени не надо об этом... А кем вы до этого были? Вы же не священником были, никем? Я священником не был. Я служил в армии. Я с детства верующий был. Но Библии не было. Мы не знали. Знали страх Божий. Меня Господь сохранил. Я никогда ни одного слова ещё не сказал. Матершина. А мне 80 лет. Я нигде ничего не ворую. И никогда с женщинами не знался. Господь меня сохранил. Поэтому память. Мозги съедает это общение с женщиной. Это самые большие дырявые мозги у людей. Написано, что через женщину все мы умираем. И женщина горше смерти. Это Библии написано. Поэтому надо законно, чтобы познакомились, родители повенчались в церкви. Вот как. И мы должны знать волю Божию. Я подпишись к тому, что люди венчаются в церкви, а потом даже сторгают свои отношения. А это неправильно. Их не надо было венчать, если они неверующие. А у нас разводов нету. Совершенно нету. И ни одного аборта нету. А в России за перестройку 20 лет 120 миллионов абортов было. А вы откуда? Город Барнаула, Тайский край. Игнатий Лапкин. А вы недалеко от нас? Ну, может быть и так. Вы зайдите на наш YouTube. Канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Вы там многое найдете. Если вам побеседовать надо, зарядите Игнатий Лапкин в скайпе. И на меня выйдите, и мы побеседуем. Спасибо, Игнатий. Вам будет многое интересно. Если запишите «Во свете Библии» не YouTube, а Skype, это сайт, то на нашем сайте вы там найдете мои книги, 41 том книг у меня написано. Вам будет очень интересно, как мы деревню православную строим, как мы поездку миссионерскую сделали от Владивостока до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. И посетили 650 городов, в которые я во все дарил свои книги. Каждый комплект 750 евро. Вот умножьте на 650, да еще на курс 70. И увидите, что получится 35 миллионов рублей. Хорошо, Игнатий. Мы найдем обязательно. Спасибо. Храни вас Господь, сестры. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге, о Христе, о Его жертве. Кстати, подождите. А как вас зовут? Игнатий Лапкин, город Барнаул, Алтайский край. Сколько вам лет? Еще раз. Сколько вам лет? Мне 80 лет будет, 10 июня. Ого! Как у вас и здоровье? Нормально? У меня отличное здоровье. У меня голубятня, даже в избе голуби. Ого! Класс! Вау! Видите, какой гребешок у него? Красиво. А есть еще? Да. У меня здесь их 25 и в деревне. Мы строим православную деревню, там 45, 70 голубей. Офигеть! Аня, ну, это интересно, просто я люблю их с детства. Поэтому мы несем людям свет в эту тьму рулетки. Угу. Чтобы люди знали волю Христа, что Спаситель мира сошел на землю Христос от Отца Небесного и умер за наши грехи. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Поэтому, если у вас есть там православная церковь, сходите, купите книгу, Святую Библию. Это уж не так и дорого. Зато у вас будет источник, к которому сатана не прикоснется. А у вас много тут таких сидит? Что много? У вас много тут сидит и говорит про Библию там? Я занимаюсь 23-х лет. 23 года мне Господь открыл это. Я Библию получил. Я с детства верующий. Но не знал Евангелие это. Но уже мама что говорила, нельзя делать. То мы боялись. Мы в пионеры не вступали. Я еще ни одного матершинного слова за всю жизнь не сказал. Бог милует. Да. Нифига. Только не ругаться. С вами никак. Мать говорила, нельзя дело иметь с женщинами. Есть церковь, где венчают, что все было законно. И меня Господь от этого спас. А поэтому память у меня, как у молодого. Все все время удивляются. Почему? Потому что связь с женщиной мозги дырявит. Женщина это самое опасное существо на земле. А через нее мы все умираем, написано в Библии. Женщина горше смерти. И руки, и силки, сети. Поэтому она нужна как хозяйка и должна стоять сзади. Муж, она за мужем. За мужем, за мужем. Не впереди. Она должна быть в полном подчинении. Конечно, верующий, если муж. И у нас и живут, вот здесь есть верующие, 18 детей. 18 детей сегодня. Это вообще трудно найти. Они, верующие, за перестройку в России сделали 120 миллионов абортов. Государство убили внутри утробы. Мы достойны казни от Бога. А мужчина на мужчины женится, оставив естественное употребление женского пола. Так говорит Святая Библия. Вы, когда зайдете на наш Ютуб, во свете Библии, в Ютубе, у нас там 14,5 тысяч роликов, вы там все увидите. А если у вас будет желание встретиться со мною, вопрос узнать, в Скайпе зарядите Игнатий Лапкин, и вы сразу меня найдете. Запишите себе Игнатий Лапкин. Игнатий. Сейчас запишу. Игнатий. Лапкин. От слова уменьшительно Лапа. Лапкин. И у меня везде все во свете Библии называется. Все записала. Ютуб во свете Библии, сайт во свете Библии. Там вы найдете море информации. У вас вопросы есть какие? Нет. Никаких? Нет. Ну тогда я вас спрошу. Скажите, пожалуйста, для вас Иисус Христос кем является? Что? Да. Барь, конечно. И вы верите, что умрете? Конечно. А потом? А потом рай. Но если живешь ты по заповедям Божьим, принял Христа как спасителя, то это может исполниться. А если этого нет, то никакого рая нет. Участь грешников в аду, в гиене огненной. Батя, а ты что, батюшка? Ну вам-то какая разница? Это у меня брат священник. Только не ругайтесь, я очень прошу. Ни одного плохого слова не говорили, чтобы вы. Согласны? Хорошо. Потому что написано за всякое праздное слово, люди дадут ответ. Не нужно. Не считая гнилые слова. Может у вас какие вопросы есть о спасении души, о вечности, о жизни? Батя, вот смотри, получается, вот это же все помогает, да? Да, допустим, если у меня нет детей, да? Вот, я могу сходить в это и покреститься, да? Чтобы у меня были дети, правильно? Ну, я не знаю, от чего это зависит. Это дело Божье. Ну, вообще, я примерно буду с ты. Я могу любимого человечка так себе вернуть? И чего сделать? Вот, любимого человечка могу так вернуть, если я схожу, допустим, в церковь. Я человека так смогу своего любимого вернуть? Свою любимую девушку смогу? Ну, любимая девушка. Надо в церкви повенчаться, чтобы она была законная жена, а там и дети могут. Нет, а вот смотри, получается, вот я, допустим, с ней расстался, да? Как расстался? Ну, вообще, разбежались с ней. Ну, как, вы друг друга познали уже, блудили? Нет. Нет, так а что, почему расстались-то? Ты парень с двумя глазами. Да, как бы. Ну, вот я... Я захочу вернуть к себе, чтобы она обратно была моей просто девушкой, да? Ну, да. Чтобы стала моей женой. Мне это поможет? Я не знаю, а вы не настаивайте, просто доверьтесь Богу. Живите по слову Божию. Господь ей на сердце положит, она сама сделает этот выбор. Я гляжу, вы нормальный человек. Вы работаете где-то? Нет, я студент. А студент, до которой она жениться-то, а кто вас будет кормить? Ну, так вот. Нет, как бы, понимаешь, что я просто хочу вернуть этого любимого человека, чтобы она была рядом со мной. Ну, может быть, что рядом нету, это она правильно сделала. Потому что молодой человек, он может искушать и согрешать. Так, ну, я, батя, согрешил, как бы, я хочу это исправить. Я не знаю, тут я не знаю. Заочно как сказать? Я знаю только одно, должно быть все чисто. Ни одна мусульманка, мусульманка, дружить просто так с парнем не будет. У них это запрещено. И у них сто процентов сохраняет девственность до первой брачной ночи. А если нету уже таких... Ну, нету, это неладно, это уже беда. И дальше в жизни уже будет так напоминать о чем-то, и вы будете ревновать к тому, кто уже и умер. Это известно. Ага, значит, надо будет всегда помнить обо мне, если я с ней переспал, да? Да. Вот вы можете найти материал. Людмила Плет называется. Между нами девочками. Это статья такая, очень хорошая. Понял, понял, бать. Только, чтобы никто не ругался около вас, скажите. Ни одного правильного слова. Вы знаете, был такой Владимир Владимирович Маяковский. Человек, который жил грешно. И он говорил, пусть с фронта борьбы поступают сводки. Что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки. Не сказано ни единого бранного слова. Вот победители, только верующие здесь. У верующих у нас этого совсем нет. Я что-то опасаюсь, кто с вами разговаривает, он может засвернословить сейчас. Судя по интонации голоса. Нет, просто понимаешь, бать, я вникаю в твою суть. Ну смотрите, чтобы не было нарушения. Да ничего не будет, бать, все нормально. Потому что люди будут смотреть наш разговор и скажут, а где вы такое хамье нашли? Вообще, зачем людям хамить? Никак нельзя. Все время надо знать, что мы перед Богом ходим. И отвечать придется за каждое слово, когда умрем. Это временная жизнь, подготовка к вечности. Кто принял Христа, что он умер за Него, уверовал в это и просит прочтения. Господь простит, он имеет право прощать. Потому что наши грехи уже искуплены. У вас вопросы еще есть какие? С мне, бать, у меня все, мне что надо было. Все, спасибо тебе большое. Хорошо, обдумайте, помолитесь и не настаивайте. Скажи, Господи, как тебе угодно, доверься Богу. Может быть, вас другое ждет. Я просто вам делюсь. Все, отходим, с Богом. Здравствуйте, Батюшка Анжела. Слава Тебе, Боже нашу. У вас, что, может, какие вопросы есть духовного содержания о жизни, о вере в Бога? Вы можете задать. О жизни? Ну, давайте, только чтобы ни одного ругательного слова не было. А ты умеешь гадать, Батюшка? Нет, я не гадаю. Я верующий христианин, проповедник. Я знаю, что написано в этой книге. Что? Она отвечает на все вопросы. Да? Да. Понятно. Понятно, Батя. У вас вопросы есть духовные? Да, как можно очиститься от грехов? От грехов веры в Иисуса Христа. Написано, Сын Божий Иисус Христос, рожденный от Девы Марии, умер за наши грехи. И всякие верующие в Него имеют жизнь вечную, а неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Вот я вам цитирую из Евангелия от Иоанна, 3 глава. Христос взял грехи мира на себя. И когда мы доверяемся, просим Его, и Он эти грехи наши крови своей смывает. А вы уже обещаетесь Богу никогда на прежнее возвращать, а жить для Бога. Ходите в Храм Божий, в православную церковь, не к еретикам. Все, Бог, а какая мылита-то есть? Ну, там все вы видите. Это что за книжка? Как надо найти ее? Ну, книга-то одна, в Библии, в корочках, там, 77 книг содержит. В одной книге, вот это 77 книг. И там все эти вопросы решены давно. Библия нам говорит все, что будет дальше, что было до нас, и что происходит сегодня. Плаз, ты видишь, батя, много косяков передо мной, хочу очиститься, не знаю как. Ну, надо истинно раскаяться, проси у Бога слезы, чтобы плакать, молиться и сказать, Господи, виноват, я погибший, спаси меня, как разбойника на кресте. Рядом с крестом распят был два разбойника, один не покаялся, пошел в ад, а другой раскаялся, и Господь говорит, сегодня же будешь со мной в раю. Понятно, просто я не могу в церковь зайти, голова кружится. Ну, ты можешь зайти там где-то, стоять в уголке, подойди обязательно к священнику, все расскажи. Исповедуйся, бери Евангелие, Библию, считай, молись, с дурными товарищами не води дружбу, не выпивай, не кури, чтобы голова была трезвая. Ну, все, понял-то. Что, никак? Нормально. Ну, нормально, а то мужчина сейчас со мной разговаривал, я говорю, пока разговариваем, положите папиросы. Три раза сказал, ну, пришлось тут же прервать беседу, уйти, он не может. Делающий грех, это раб греха. Тело наше называется храмом Божьим, храм Божий. А ты в него дым закачиваешь, дурную траву. Зачем ты делаешь это? Это не требуется? А тебе, батя, сколько лет? А как вы думаете? Ну, лет 50, 60. Правильно, 80. 80? Да. У меня какие годы-то? У меня жизнь, как у Солженицына была. ГУЛАГ. Я освободился только в 87-м году. В смысле, освободился? В заключении. Нас, за слово Божие, сажали. Я, батя, вот недавно освободился. Ну, вот видишь как. Я в пяти тюрьмах был. Отбывал в городе Жанатас, Жамбульской области, Казахской ССР. Я брал интервью еще, кроме верующих, что там книги распространял, начитывал. Еще и то, что брал интервью репрессированных, раскулаченных. И первые в стране у нас я насчитал на пленке архипелаг ГУЛАГ Солженицына. И распространил по всей стране. И мне этого коммунисты, конечно, простить не могли. И последили за это на сколько лет? Да что считать, все позади. 26 лет только меня выкручивали, добили, в морозилках держали, еще только не было. Богу слава. Я живой. И у меня даже в комнате голуби есть. Да? Смотри, он взял, слышал, он 26 лет, чувак, мужик, вот, батюшка. Офигеть. Красивый. У меня три голубятни. Две в деревне, мы строим православные деревни. И одна в городе. Это город Барнаул. Барнаул, я знаю где. Это надо, надо жить в бедности, красиво и интересно, славить Бога. И тогда Господь дает внутренний свет, радость. Со Христом, профессор Марсенковский, Владимир Филимонович говорит, со Христом и в тюрьме свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. Да, да. Так, вы если хотите больше узнать, зарядите в Ютубе «Во свете Библии» наш видеоканал. «Во свете Библии». «Во свете Библии»? Да. Там 14 700 роликов наших. Всё, понял. А если нужно побеседовать в скайпе, зарядите «Игнатий Лапкин» два слова, и вы меня сразу найдёте. Я один с этой фамилией такой. «Игнатий Лапкин»? Да, «Игнатий Лапкин». Запишите, вы забудете. Я запомню. Забудете, я вам сказал же, заранее знаю, что забудете. Вы запишите «Игнатий Лапкин» «Во свете Библии». Запомни, Евгений Лапкин. Ну ладно, ладно. Это ваше дело. Я два раза вам сказал, а вы самоуверенно так, что не забудете. Ну, суета, кто-то подскажет. «Игнатий Лапкин», да? Да. Вот. Только когда будете заходить по скайпу, никаких аватаров, никаких ников. Своя фамилия, без очков, чтобы открыто, вот как сейчас. Ты видишь, какой большеглазый? На китайца не похож. В смысле, не похож я? Вот такой вот, на самом деле. Ну, китайцы, у них разрез, узкие глаза. Не, не, я не китайцы. Я ей говорю, ты не похож на них, не похож на китайцев. Ага, полугрузим. Ну, вот так. Благодари Бога, что Господь позволил нам сегодня встретиться. Вы услышали о Боге.